Привет, друзья! Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель подтвердил четкую перспективу членства в ЕС для Северной Македонии и выразил надежду на скорейшее принятие Советом ЕС мандата на переговоры с этой страной относительно членства в ЕС. Об этом высокий представитель ЕС заявил во вторник во время встречи с президентом Северной Македонии Стэво Пандеровским в Брюсселе. Сообщается на сайте Европейской службы внешних действий. Высокий представитель, вице-президент Еврокомиссии Боррель подтвердил четкую безоговорочную перспективу вхождения в ЕС для Северной Македонии и выразил надежду на принятие Советом ЕС рамок переговоров, что позволит провести первую межгосударственную конференцию так быстро, как это возможно. Высокий представитель подчеркнул важность продолжения европейских реформ, в частности в сфере верховенства права, что отвечает интересам граждан страны. Он поздравил высокую степень поддержки страной, внешней политики и политики по вопросам безопасности ЕС, говорится в документе. Боррель и Пендеровские обсудили определенное геополитическое и региональное развитие, а также привилегированное партнерство между ЕС и странами Западных Балкан, включая их экономическую поддержку и подготовку к членству в ЕС, а также помощь в борьбе с пандемией коронавируса. Как сообщал Совет министров ЕС по европейским делам, поддержал политическое решение о начале переговоров с Северной Македонией и Албанией о членстве в Европейском Союзе в марте 2020 года. Такое решение о начале переговоров с обеими странами саммит ЕС намерен был рассмотреть еще в июне 2019 года, но не смог этого сделать из-за отсутствия консенсуса среди стран-членов о готовности Албании и Северной Македонии к таким переговорам. В ноябре 2020 года Европейский Союз вновь не смог принять решение о начале переговоров с Северной Македонией, о вступлении из-за несогласия одной из стран-членов Болгарии, которая выдвинула правительству страны-кандидата ряд противоречивых условий. Такая несостоятельность Европейского совета принимать принципиальные решения в вопросах расширения ЕС были названы в Европейском парламенте стратегической ошибкой, которая ослабила позиции ЕС среди стран Западных Балкан и создала предпосылки для активизации в регионе других геополитических игроков, в частности Российской Федерации. Добавим, что высокий представитель ЕС Жозеп Боррель и президент Европейского совета Шарль Мишель подтвердили участие в первом саммите Крымской платформы, который должен состояться 23 августа в Киеве. «Президент Мишель и я подтвердили участие в саммите Международной Крымской платформы, запланированном на 23 августа в Киеве, что будет важной возможностью привлечь внимание к попытке незаконной аннексии Крыма и выразить нашу широкую поддержку в адрес Украины», – говорится в документе. Боррель отметил, что на фоне быстрого роста напряжения вокруг Украины министры иностранных дел стран Евросоюза направили чёткий сигнал общей поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, которая чувствует угрозу в результате военного наращивания и провокации российских сил вблизи границы. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт, странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.